Но если твердое или жидкое топливо в проблемные города и села можно как-то доставить, то вот с электричеством ситуация иная. И словно злая ирония, проблема отсутствия уличного освещения захватывает все новые и новые города и районы. Так почему же в век высоких технологий приходится возвращаться домой с фонариками? Ответы искал Павел Желудев. Пока космические корабли бороздят просторы Вселенной, в поселке геофизиков, что в городе Братске, люди боятся появляться на улице вечером и ночью. Здесь нет никакого уличного освещения, кроме сияния звезд и луны. А травму жители могут получить просто выйдя во двор, не с той ноги. Темнота такая, скорые едут, не видят номера домов, темень. Дети ходят в школу, дети ходят маленькие в школу, кругом собак развелось немерено. И темнота нападет, с какой стороны не знаешь, кто нападет. Единственной защитой о темной материи для жителей поселка уже несколько месяцев являются фонарики. И несмотря на размах бедствия, причина его крайне банальна. А именно полная изношенность электрических сетей. Столбы сгнили, а кабель от подстанции и вовсе настолько тонкий, что подойдет лишь для связи в полевых условиях. Отбращались мы в мэрию нашу, то есть в администрацию города Братска. Обращались мы в администрацию нашего поселка Осиновки и обращались мы в прокуратуру. Ответа не было. С администрации пришло письмо, в котором было написано, что чтобы подключить нас к освещению уличному, потребуется 11 миллионов, насколько я помню, 900 тысяч. Однако начнется полноценная реконструкция электросетей лишь в следующем году, если поселок еще удастся обнаружить во тьме. На протяжении последних лет десяти света здесь нет. Ориентироваться по огням на горизонте уже привыкли жители многоэтажки в Усть-Илимске. Фонарей на улице Ленина нет вовсе. Даже столбов не предусмотрено. Обращения в администрацию города и к управляющей компании результата не дали. Ввиду того, что все квартиры в доме приватизированы, подать заявку на установку фонарей можно лишь после общего собрания жильцов. Ну и при отсутствии долга, конечно. А найти дом без должников – то же самое, что разум во вселенной. То есть практически невозможно. Мне ответили – собирайте подписи, привозите это заявление. Вам в этом году ничего не установят. И это, если будет, то на следующий год. Поэтому пока решить проблему людей сможет лишь солнце. Но хочется надеяться, что однажды, пусть и невысокие технологии, но хотя бы лампочка Ильича станет доступна простым смертным. Павел Желудев, Новости по будням.